здравствуйте друзья который раз мы с вами у нашего строительного проекта у дома в городе санивэйл находимся и практически все тут готово собственно уже ходят люди которые хотели бы снять дом и вроде даже как бы уже и нашлись желающие все это быстро происходит и мы приводим все хозяйство в такое соответствие да спец скажи что сейчас за работа происходит мы сегодня обещали закончить уже все работы по вот наружному не хочу сказать озеленение потому что это не озеленение наружные все работы должны закончить внутри все нормально уже ну практически да уже все вот уже ну давайте пройдемся по наружному так тут нельзя сказать что было безумно широко но достаточно широком метра полтора тут так мы идем я надеюсь что шланги эти отсюда уйдут вместе с тачками так ой а тут уже до сюда наверное я не пойду но вот вы видите какая работа проводится это такой гравий вот вот из-за материал а здесь the decomposed granite that's a stabilizer aha it hard and it hardens it it's the past the dg and it's like a blue kind of ok and what's going to be on the top of it vibrate and it compacts and it stays hard ok ok can we go there if something grows up can it roll through or it cannot yeah it will be hard to it will but you know значит такой уплотнитель через который ничего не должно расти прорастать ну что смотрите такие грядки получились вот грядочки смотрите с одной стороны конечно отъела часть двора с другой стороны это все-таки плоско и там можно что-то посадить вы видите на крышу соседского дерева всякая дрянь сыпется это ее уже чистили не просто так вот поэтому вот ребят которые сейчас работают они это дерево покоцают и не только это там еще сзади тоже есть будет приличненько вот этот вот это устройство которое вы видите так называемый компактор такой утрамбовыватель можно сказать с помощью этого утрамбователя выводителя вот это вот то что вы здесь видите она будет утрамбована и будет но не как бетон но я могу сказать что будет очень очень плотно у нас так вот сделано кое-где значит действительно очень здорово вот эта труба что изнутри торчит это будет нижней точкой такой и вот наклон наклон территории вот этой будет идти в сторону вот этой трубы и дальше там дырочки труба и она выходит на на улицу в общем туда в городскую систему видите все все вот к ней сходится если вам заметно или нет здесь не будет никакого чернозема сверху дополнительно но тут почистят всякий мусор там всякие уберут если там кто-то захочет посадить тут будет легко посадить вот и тут тоже тот же самый материал насыпан вот они его так вот притопчут вот этим устройством будет очень очень мило так вот все движется это вход в гараж калитка вы видите что ребята работают они в масках это не от того что они тут в пыли или этот песок это потому что пожары и дым от пожаров вот дымка такая давайте я буду на дорогу чтобы вы видели какое-то пространство может быть что видно было это дымка качество воздуха не очень хорошая вот вы видите видите все в такой дымке вот если назад туда смотреть вот дымка 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 вот тут будет стоять такая беседочка ну вот не совсем беседочка называется газибо вот ну как 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 бы беседочка вот его здесь поставят ее уже приобрели и она здесь должна оказаться обратите внимание друзья вот на этот рисунок который нанесен на стекло двери нанесен он посредством пленки которая наклеена видимо изнутри до света изнутри через эту красивую дверь зашли в дом очень красиво на солнышке светится до очаровательной почем это такая пленка копейки стоит ну что тут наверное мы уже бывали в этом месте но так красивые такие двери какая-то проблема была с ними нет то есть мы их купили а их не было или что проблема была с доставкой ну ладно так по светиному дизайну здесь должна были быть эти двери двусторонние то есть вот торчали какие-то шутки торчали какие-то винтики ну-ка закрой да хорошо винтики больше не торчат ее фанеркой какой закрыли и покрасили да вот и тут шкафчики да еще и наклеила ты не знаю сделали или нет но как-то грязно получил что это помыть надо поцарапали всю эту пленку дело в том что здесь тоже наклеена пленка и даже темная такая если здесь зажечь свет днем вечером конечно видно а днем если зажечься ничего из улицы не видно вообще понял такая затемняющая пленка хорошо это вот прямо такая спальня которая глядит на улицу вот она глядит на улицу вот мы идем приходим к входной двери которая слева тоже так просвечивает красиво так и от входной двери идем так это гараж у нас как open house такой получается ну гараж вы видите пока на две машины но еще не освободился цвет в какой момент уже они у вас из гаража тоже все заберут будет так так ну что просторно объем за гулка гулку жильца когда жильцы хотят заявить но они же где-то живут как они но это самые очень симпатичные жильцы такие три тетки американские девочки как девчушки уже взрослые вот кто-то из наших там зрителей сказал что как же так вот микроволновка рядом холодильник и что ничего вверх она не рядом дамела во вторых у микроволновки вот изместия просто неудачно поставили она должна не касаться хорошо не то что касается а то что близко вот решила что близко здесь не будет греться вообще никак здесь вот будет выходить воздух тут у нас помещение есть пространство довольно простор не будет горячо это точно на вы тут немножко будет выходить а что разве самая микроволновка греет как она не греется но у нее есть и вентиляция откуда выходит до выходит теплый воздух ему нужно место где выходить но тут есть совсем коронки да да хорошо вместо такое ты знаешь что это пожалуй первый раз мы видим чтобы уже настолько все было закончено да сейчас какие-то просто освещение да вот от лампочки но не А лампочка какая-то, посмотри, это все от лампочки. Можно лампочку делать светлее, темнее. Лампочки очень красивые. У нас такие на кухне, дома. Очень красивые. Это общий туалет, это общая кухня. Это вообще никакой жизни нет. И вот мы приезжаем в Америку. И здесь точно так же существуют коммунальные квартиры. Единственная разница состоит в том, что здесь люди сами себе выбирают соседей, выбирают себе жилье, где они хотят с этими соседями быть. Вот у нас дом был снимать три женщины. Не девчонки, вполне себе зрелые женщины. Я думаю, что между 40 и 55 что-нибудь как минимум. То есть они такие три подружки все время вместе живут? Они не три подружки. Они нашли друг друга на крыльц-листе именно с целью снять совместное жилье. Но это не первое их совместное жилье? Первое. А первое? Абсолютно. Они познакомились. Потом они сошлись, они сходили немножко, а вот они как-то почувствовали комфортно себя друг с другом. И они решили вместе жить. Теперь смотрите, здесь четыре спальни. А их трое всего. Они спокойно себе рассосредоточатся по этим спальням. И спальни довольно немаленькие. Там самая маленькая из них 12 квадратных метров, 15-17. И здесь полно общего места, очень много места. То есть одна из них, она дает в частности классы кулинарные. Может быть мы с ней сделаем какую-то совместную передачу. Да, мы будем готовить. Она будет готовить борщ, и я буду готовить борщ. И вот мы сделаем такую передачу, она уже тащит. Может быть мы давай американское что-нибудь научимся готовить? Ну, я не знаю, я не большой фанат именно готовки блюд. Мне вот именно что-то такое специфическое. Друзья, она зарабатывает на жизнь тем, что учит готовить. Да, и она зовет, и когда она увидела вот эту вот кухню, она сказала, вау, это же вот мой прямо сейтинг. Вот я сюда посажу, и вот с этой стороны можно сидеть. Да. С этой стороны можно сидеть. И у нее еще есть стол, который она здесь поставит. Да. В общем она просто тащится. Остальные тетки говорят, ну окей, так а мы вот в четвертой спальне даже не будем спать, а сделаем там диванчики и что-то такое. Если у нее класс там или что-то, то у нас есть место куда выйти с отдельным выходом, и в общем как-то все хорошо. Да. Вот, так что теперь осталось только, чтобы эти все тетки по своим доходам в общем соответствовали нашим ожиданиям. Расскажи вот этот процесс, когда берут жильца, то что проверяют? Ну дело в том, что они не находятся на пей-чеке, да, то есть они не получают зарплату. То есть они с золотом блоге. Они типа, да, две из трех они зарабатывают какими-то консультациями, там что-то такое, это вот делают классы, а вторая там… Между прочим, вторая, да, она персональный тренер, она сказала для богатых людей, которые научились зарабатывать деньги, но совершенно не знают, что делать с их жизнью и находятся в тяжелейшей депрессии. Да. И она их из этой депрессии вытаскивает. Это очень обаятельно, очень приятно. За эти деньги, так хорошо. Да, за их же деньги. Вот, поэтому они сами друг друга нашли, они сами поняли, что им друг с другом комфортно. Пошли пока по дому ходим. И они поняли, что они могут здесь вполне рассосредоточиться. То есть этот дом, хоть он является коммунальной квартирой, но все-таки это не совсем коммунальная квартира в нашем российском понимании. Как же так, Свет, получается, тетки взрослые там от 40 до 55. Да, мы пока смотрим красоту. И они не могут жить сами по себе, вот, как, допустим, ну, просто жить. А они должны вместе, втроем снимать дом. И вообще, обе они жаловались, я разговаривала двумя из трех. Что там на улице компакт работает. Вот, что они мучаются очень сильно, не могут снять жилье. Почему они сгруппировались? Потому что они не могут найти адекватное жилье такого качества, как они хотят, за такие деньги, как они хотят. Поэтому это все очень сложно. Так, это вот мы о чем-нибудь раз поговорим. Давай, 14 метров комната. Давай, я уйду в угол. Вот, чтобы было видно всем, что комната большая. Вот, вот, тот дизайн, который... Я показывал, ребятам, вот эта дверь, которая... Амбарная дверь. Они сказали, какие огромные клозеты. Ну, покажи клозеты. Там же все сделано. Так, открой дверку совсем, открой. Или там больше не идет, нет, все больше не идет. Мы сделали очень много вешалок. Вешалок, да. Потому что не всегда на плечики нужно повесить что-то. Да. Очень часто бывает, что уже просто повесить. Катулки какие-то там, сумки. Да. Вот, и есть какой-то небольшой дрессер, да, куда можно носочки, трусики там взять. Тут просто коробочки такие. А оно все грязное очень. Ну, ничего, вот так коробочку вытаскиваешь. Что мне повезло, что поскольку одна из них, у нее вот этот бизнес по каперингу и по классам, у нее есть человек, который убирает. Я сказала, приведи этого человека, пусть он уберет дом так, как тебе нужно. А я заплачу за это. Ну, отлично, отлично. Гасим свет. Идем дальше. Хорошо, пошли. Так... Дело, значит, не в том, что у них денег нет снять здесь что-то отдельно, а в том, что, так с твоих слов получается... Я не заживаю, покажи, что здесь скайлайт светит. А, скайлайт. Окей, вот сверху. Здесь у нас все-таки нету темных помещений, это тоже людей очень сильно покупают. А вот здесь ляп, которую сделали контракторы, которую еще нужно чинить, причем чинить его тоже. Ну, вот я тоже не понимаю, вот как контракторы делают. Ну, где ляп, скажи. Вот смотри, они привинтилили вот эту вот штучку, да, вот она на шурупах привинчена, причем кафель уже привинчена. Да, да. И вместо того, чтобы эту шляпку повернуть таким образом, чтобы ее можно было одеть сюда, они ее повернут другой стороной. И теперь, чтобы ее переодеть, нужно все открутить. Ты знаешь что, я думал, что может быть вот тут можно как-то... Нет, нет, ничего нельзя тут. Нет, нет. Только снять ее и перекрутить. Идиотизм полный, понимаешь, вот так вот они работают, и вот так вот можно это все доделать. Все равно это, я тебе скажу так, стройка, для стройки это обычное дело. Правильно, но просто хочется, чтобы был доделан. Или, например, вот этот электрик, он тут же меня уже довел до белого коленя. Все эти розетки, да, всюду белые шурупчики, да? Где, где, подожди, давай свет зажжем. Ну вот всюду, всюду на розетках белые шурупчики. На розетке белые шурупчики. Нет, он прямо перед носом повесил плейт и сделал черные шурупы. Объясни мне, а что за этим плейтом, что там сзади? Ну, мы же хотели сделать обогрев такой с панелями, и сюда должен был идти термостат, который будет работать на прерывание. Это некоторая заглушка. Но дело не в этом. Дело в том, что ты делаешь, вот ты электрик, и ты ставишь тут белый, тут белый черный, вот прям перед носом. Ну вот как это? Да, как это? Вот как это? Как это? Я не знаю. Ну, наверное, я скажу так. Тот, кто принимал его работу, он просто его не сказал? Нет. А сам он не сообразил? Нет, это просто ему самому наплевать глубоко вообще на то, что он делает и как он делает. Да. Просто глубоко наплевать. А можно краской их покрасить? Ну, дело не входит. Это переставят их, но просто вопрос не вопрос. Тут почему-то они не закрыли ланс вообще. Вот тут беленькая. Должно не закрыли ланс. Ну, кстати, учитывая, что стоит инструмент, тут остался. Нет, но уже все сделали, уже все. Ну, они должны прийти за инструментом. Кстати, действительно, вот эта штука, которая там лежит, похожа на секатор, которым мы с тобой лимоны режем. А нам зрители говорили, что это по металлу. Ну, значит, у нас W. Значит, у нас двойного использования. Ну, хорошо. Так. Потому что вот эта тупочка, она должна там стоять на этой крышке. Вот это спаленка, спаленка. Это самая маленькая. Ну, а в какой площади самая маленькая спаленка? Ну, как это для нас подарки нет? Подними, пожалуйста, шторку. Я хочу понять, что происходит за окном, почему гудит. А вон он один компактор. А, друзья, вот человек ходит с компактором, а тот компактит. И пылит. И пылит. И пылит, да. А соседям хорошо. Надо так. Ну, ничего. Как интересно. Я вообще не понимаю, как можно пыль закомпактить. Света, не думай об этом. Люди работают, они знают, что делать. Ну, вот то, как у нас дома сделано, да, вот такое же точно покрытие, оно очень удобное, потому что оно действительно твердое покрытие, но такое ощущение, что это очень хорошо утрамбованная земля. То есть нет такого ощущения, что у тебя плитка лежит или бетон лежит. А просто хорошо утрамбованная земля, которая от дождя не превращается в грязи. Но это материал еще такой, что он как бы слипается. Он слипается. Вот оно очень твердое. Вы знаете, как если в деревню выезжаешь, и есть какая-то такая в поле земля, вот такая твердая-твердая, дубовая. Честно, если ты не ездила давно в поле. Почему? Нет, там бывают тропинки такие, но такие натоптанные, что там уже очень все твердое. А, натоптанные. То есть не в поле, а так, я понимаю. Вот, и оно будет очень хорошо смотреться, оно желтенькое, красивое все. Вот, и будет очень замечательно. Вообще, я хочу сказать, что этот дом, вот я уже прихожу сейчас, уже все, ты пишешь, да? Пишу, пишу. Что, ну вот каждый раз, когда я строю, да, у меня есть некоторый, я говорю, некоторый образ, как это должно выглядеть. И потом, когда оно строится, 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 этот образ наполняется конкретным содержанием, я получаю такое глубокое удовлетворение, что, знаешь, как это, мечты становятся явью. И это вот, пожалуй, самое прекрасное во всем этом деле, когда вот действительно оно уже, получается то, что должно получиться. Это очень классное чувство. Так. Поэтому, друзья мои, мечтайте и реализуйте свои мечты, и это очень важно по жизни, получить удовлетворение от реализации своих мечт. Да. Света, а твоя детская мечта о молодом человеке в моем лице сбылась? Ну да. Только, я мечта вложила, что кудрявый был, а сейчас живу кудрявым. А ты хотела кудрявого? Хотела, да. Кудрявого, высокого хотела. Я на маленьких вообще не смотрела. Да почему? У меня маленькие мужчинки, это вообще были не мужчинки. Ну не мальчики. Мальчики, нет. Ну я сама не была такая худышка никогда. Так что. В общем ты не стала. Вот это теперь я спортсменка стала вообще. Прям. Такие гирити даже. Мне аж страшно на них смотреть. Ну иди ты, гугл пройтись, мы на тебя посмотрим какая-то. Я сейчас в кубке. Какая-то. Но можешь снять культу. Да не, я не буду это самое. Демонстрировать. В общем, короче худышка. Но мы когда-нибудь, когда-нибудь запишем мою эту сессию. Зарядку. Зарядку когда-нибудь запишем. С Юрой. Да, дело в том, что я каждый раз огорчаюсь, когда мы записываем что-то. Потому что получается, что все записи, они все расширяют. Вот как-то не крутит. Даже я слышала такое, что вот когда актеров снимают там в кино, то просто камеры добавляют лишние 6 килограммов. Даже вот такие вот. Ты на них смотришь и думаешь, они худые. А в жизни они еще на 6 килограммов меньше. То есть там уже вообще цыплята просто. Хорошо. И поэтому я расстраиваюсь. И поэтому мы не снимаемся. Все. Ладно. Что мы еще в доме нашем снимем? Ну что, у нас одно единственное красивое место. Это самый центр. Кто? Он тут еще один мастер остался. Пошли. Пошли в мастер. Так. Вот у нас мастер Бедрум. Сколько метров? 17. 17 квадратных метров. Тоже такой. Давай я отойду в сторону. Вот мы пришли из того коридора. Так. Света, ты можешь сказать, почему вот мы здесь такой ламинат положили? Или это не ламинат? Это не ламинат. Это виниловые плитки. Виниловые плитки. Да. Почему вы положили виниловые плитки, а, например, они просто паркет? Ну, во-первых, это рентал. Я положила такое, чтобы оно, с одной стороны, красиво смотрелось модерновым. Да? То есть мне, например, коричневый и рыжий не нравится. А вот такой серый цвет, оно будет чистый. Это будет очень красиво. А во-вторых, я хотела, чтобы у меня не было переходов. Дело в том, что, если ты хочешь паркет, ты на кухне, в ванной комнате не можешь его положить. Да. То есть, когда у тебя будет здесь обрезан, вот и будет переход, там должен быть какой-то другой пол. А за счет того, что мы положили одинаковый пол, он может всюду быть во всем доме. Это гораздо красиво, когда у тебя нет этих борт. А почему вот здесь стекло не такое, как вот там стекло? Это связано исключительно с тем, что мы не смогли купить сразу все одинаковое. и покупали в магазин. То, что было, то и было. Конечно, мне то больше нравится, но уже так. Такое более узориско, узориско. Ну, то более современное, да. Но не было. Дело в том, что этот вот весь пакет, он идет стекло, ручки к ним и вот этот хардвор, которым… Рамка. Да. И когда я купила все, я заказала все онлайн, почему-то пришли одни двери, а хардвор они не смогли найти. Поэтому мой контрактор поехал в другой Home Depot, где были в стоке, да, можно было прямо взять столки. Но там были вот только такие две. Я понял. То есть покупка онлайн имеет свои как бы минусы, потому что ты, если ты получил не то, то дальше тебе нужно много времени на то, чтобы обвинять. Обвинять, да. Но самое главное, что они до сих пор так и не нашли этот хардвор. То есть мы уже двери сдали обратно, а они так и не нашли. У них просто это потерялось. Продолжает работать компактор, создавая… Ну и пищи. Ну пыль, да. Создавая некоторый шум, который тут вам идет на звуковую дорожку. Но это, друзья, жизнь – это стройка. А тебе говорилось, что вот эти ребята, они только по субботам работают, поскольку они заняты. Да, они сегодня работают. Ну вот они сегодня закончат или что? Ну он еще хочет завтра. Видишь, ему довольно много нужно сделать еще. Он же должен беседку собрать, а для этого нужно… Значит, он уже решил… Смотри, он мне дал estimation на то, что он сам будет бетонировать посты под беседку. Да. А теперь он решил купить готовые эти посты, что намного дешевле, естественно. Мне он не будет, давайте скажем. Вот. Он должен поставить эти посты, сделать, чтобы они были ровные, и на них уже посадить беседку. А беседка вот там лежит в виде… Я видел там лежат, да. Вот. Ее нужно собрать, свинтить. А какой площади беседка? Беседка большая. Она, по-моему, в 10 на 13. Вот. 10 на 13 – это большая. 3 на 4 метра. 3 на 12, да. Окей. Да. В общем, она займет сразу… 3 на 4 метра – это хорошо. Нет. Большая, большая. То есть она займет по ширине практически все расстояние. Вот у этой ретейнинг-стенки будет очень хороший получился бульярт. Большой, просторный, без этого дерева дурацкого, посредине сухого. Теперь будет стоять беседка, то есть будете укрыться от солнца. Но мы вдоль забора не хотим ничего посадить? Мы не будем сажать ничего. Вот. На эту грядку. Потому что я не хочу иметь человека, который будет приходить ухаживать за этим. Если жильцы хотят что-то посадить, значит они будут сами за этим ухаживать. Понятно. Ну хорошо. Что ж, Света, все в порядке, пошли домой. Вот так. Вот так. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок